День российского кино Здравствуйте Татьяна Александровна Я хотела первый вопрос спросить и задать Ирине Анатольевне Что касается Самого праздника Впервые ли он отмечается и как он будет проходить? Этот праздник в стране Отмечается с советского времени С 80-х годов Но вот так масштабно Как музейное мероприятие Он, пожалуй, впервые Проходит у нас на территории заповедника Ну и что же ждет севастопольцев завтра? Севастопольцев ждет много интересного Все меняется каждый день И входят в жизнь новые формы Музейной работы И работа над праздником Интересна нам И мы предложим очень много Увлекательных мероприятий и событий В течение дня Ну помимо того, что Будет открыта выставка О которой более подробно расскажет Татьяна Александровна У нас целый день будет звучать Над просторами херсонецкого городища Музыка из кинофильмов Любимых всеми Снимавшихся у нас в разное время У нас пройдут Увлекательные интерактивные мероприятия Мы разработали Киноквест Пока мы не будем разглашать Тайны его проведения Есть маршрутные листы Принять смогут участие Все желающие в этом квесте По тем местам красивым Которые навеки запечатлены Великими режиссерами В художественных кинолентах Викторина увлекательная Немножечко юмористическая И конечно торжественная программа Она подготовлена с помощью коллег Из театров севастопольских С которыми связывает нас Многолетнее сотрудничество И с ними всегда очень приятно работать Поскольку это люди творческие Многие идеи принадлежат Именно актерам театра Многие из них иногда снимались И в эпизодах некоторых фильмов У нас на территории Нашего замечательного Древнего города И конечно эксклюзивные фильмы Документальные Ролики Это все нужно увидеть Рассказывать можно долго А мы приглашаем прийти Принять участие И один раз увидеть Чем много раз слышать Мы надеемся, что люди откликнутся В 19.30 начнется программа Вечерняя Праздничная Где будет представлено Очень много интересного Дорогие севастопольцы Мы вас ждем Ну и в течение всего дня Будут какие-то мероприятия или нет? Конечно В 12 часов У нас запланировано Открытие выставки И я хочу С большим удовольствием Передать слово Татьяне Александровне Потому что лучше, чем она Никто об этом не расскажет Спасибо большое Выставка, которая носит название Как и все мероприятия Херсонес Камера-мотор Это своего рода Подборка фильмов Которые когда-либо Снимались на территории Херсонесского заповедника Естественно Херсонес Это настоящий рай Для режиссеров Потому что Это замечательная природа Удивительное место Где расположен Херсонес Как раз таки позволяет Наверное Создать декорации К любому фильму И это неудивительно Что на территории Херсонеса Снималось Множество Фильмов Десятки Конечно же Мы не можем В этом плане Конкурировать С Балаклавой Потому что То, что касается Севастопольского региона Это абсолютный лидер По количеству снятых фильмов Но все-таки В Херсонесе Три десятка Качественных Фильмов Российских Именно отечественного Производства Как раз таки Вошли в золотой фонд Наверное Отечественного кинематографа Что касается Этой выставки То это больше Фоторепродукции Из фильмов Однако Все-таки В нашем архиве Тоже есть Уникальнейшие материалы Которые могут Значительно Обогатить Подобную выставку Речь идет О двух кинолентах Которые снимались Еще в 70-е годы На территории Херсонеса Херсонесской Любительской киностудии Ее делали сотрудники Херсонесского музея И естественно Уже это одно Само по себе Интересно Потому что Уникальные кадры Этих еще не оцифрованных Неизвестных никому Фильмов Как раз таки Будут быть представлены На нашей выставке Сейчас они хранятся В виде кинопленок Кинолент В бобинах И благодаря Усилиям наших сотрудников Мы сумели Извлечь Отдельные кинокадры И как раз таки Гости нашей выставки Смогут их увидеть Помимо этого Наша выставка Задумывалась еще И как Своеобразный пазл Поскольку роли Которые играл Херсонес в кино Тоже поражают Своим разнообразием И каждый Увидя нашу выставку Сможет представить Что Херсонес Мог быть В свое время И Представлен Как Голочек Греческого мира И как Небольшая Деревушка В глубинке Таджикистана И как Города Европейские Такие как Скажем Вильна Или Париж То есть Действительно Херсонес Сыграл множество ролей И как Такой хороший актер Если его может так назвать Вот может Гордиться Вот своими ролями Когда-то сыгранными в кино А у нас есть фотографии Как раз Съемок Фильмов Которые проходили В Херсонесе Давайте их посмотрим Вы прокомментируете Заодно Здесь представлен кадр Из кинофильма Чечерин Замечательные Советские актеры В том числе Ленгит Филатов Играют роли Двух Лидеров Той эпохи Это как раз таки Речь идет О подписании Мирного договора Вропала А это кадры Из фильма Софо 2008 года Одна из последних ролей Богдана Ступки Это роль Археолога Орлова Здесь кадры Из фильма Веселая хроника Опасного путешествия Или Аргонавты Где звучат Замечательные Песни Вокально-инструментального Ансамбля Иверия Это уникальные кадры Из фильма Который снимался О подводной археологии Это наверное первый В истории Мирового кинематографа Фильм о подводных съемках Как раз таки Фильм посвящен Исследованию Западного Участка Херсонесского городища На мысе Херсонес Ну это кадры Из всеми Любимые сказки О приключениях Буратино Здесь Фрагмент Из фильма Москва Гена Показан Разрушенный Владимирский собор Это опять-таки Лиса Алиса Из сказки О Буратино Кот Базилио На городище Херсонеса В исполнении Ролана Быкова Помимо этого На территории Херсонеса Снимались Фантастические Фильмы Вот кадры Из фильма Блистающий мир Здесь вновь Аргонавты Перед нами В базилике 1935 года Это кадры Из фильма Москва Генуя На Владимирском Возле Владимирского Собора А это Избезод Из фильма Комедия Ошибок По мотивам Произведения Шекспира Ну то есть Жанры Совершенно разные Документальные Художественные Фильмы Давайте теперь Тогда поговорим Как кино Вошло в жизнь Музея Сейчас уже стало Понятно Что плотно Но более подробно Можно, да? Кино не просто Вошло Кино Ворвалось В жизнь музея И вот Татьяна Александровна Уже сказала О том Что оно Использовалось В деятельности Просветительской В 60-е годы Вот эта любительская Киностудия Создает фильмы Можно представить Себе сейчас С точки зрения Современного человека Современных технологий И современного оборудования Уровень съемок Качество показа Но вместе с тем Руководство заповедника В 60-е годы Сделало все Чтобы то, что было отснято Стало доступно людям Чтобы можно было Расширить музейную Аудиторию До масштабов города И даже до масштабов страны Была создана группа Гастрольная, так скажем Был автобус Кубань Снабженный кинопроектором И сотрудники музея По селам По проселочным дорогам По весям По окрестностям По Бахчисарайскому району Приезжали в учреждения В организации В воинские части В школы Для того, чтобы людям В достаточном отдалении От Херсонеса живущим Привезти по месту жительства Ту эпоху Ту информацию Кусочек той истории Достоянием Вот это вот наше Великое культурное достояние Сделать доступным Для всех А потом кому-то в голову Пришла грандиозная идея Отправить этот фильм В Москву На передачу Клуб кинопутешественников Самому Сенкевичу И все это было воплощено в жизнь Но, к сожалению, Качество съемок Видимо, было таким, что Фильм Не пошел С больших экранов И не стал Достоянием всей страны Сейчас Будем решать вопросы Чтобы улучшить Качество этого фильма Путем современных технологий Потому что это в первую очередь Документ Вообще кино Это фиксация образов Фиксация эпох Для нас Как для историков Это в первую очередь Важные документы Говорящие Об эпохах Различных В принципе Фантазия человека Может перенести С помощью кино И в далекое будущее Но это и Те события Которые уже Никогда не вернутся Это все есть в кино И вот сейчас Находясь в этой студии В студии Бывшего государственного Севастопольского телевидения В вашей Замечательной студии Икс Мне почему-то Вспомнилась Совместная работа Конца 90-х И начала 2000-х годов Режиссер Известный у нас В городе Дмитрий Жуков Здесь работал Оператор Дмитрий Фомин И были идеи Создать целые циклы Популярных фильмов В которых снимались Сотрудники Херсонесского заповедника Ольга Филипенко Ныне Пенсионерка Но поддерживающая С Херсонесом Очень тесные связи Заведующая Античным отделом Ольга Юрьевна Грабар Главный хранитель Наших фондов Наталья Демиденко И вот Все эти ролики Были отсняты С помощью Вашего оборудования Ваших замечательных Операторов Идей Ваших режиссеров Воплощены в жизнь И они шли На широких экранах И Севастопольцы Смогли познакомиться С Херсонесом Поближе А когда приехали В Севастополь Создатели Знаменитых детских программ Спокойной ночи малыши В Херсонесе В гостях были Хрюша и Степашка И они Попадали В какой-то Неведомый мир древности И рассказывали О Херсонесе Всем детям Огромной страны Так что мы вышли На просторы А тем более Сейчас Когда Значение Херсонеса Так высоко Оценено Руководителями Нашего государства Мы Стараемся Херсонес Показать Во всех Его Ипостасях И показать Его возможности И конечно Кино В этом смысле Эти ожившие Образы И Те Синтезы Всех искусств Когда-то придуманных В древнем обществе Оно помогает нам И Помогает Нашему Зрителю Увидеть Херсонес В разных Ракурсах Прекрасные слова Я вас поздравляю С наступающим праздником Поскольку вы Естественно Прямое отношение Уже к нему имеете Спасибо, что пришли К нам в студию За интересную беседу И конечно Чтобы удачно Завтрашний день прошел Спасибо вам огромное И вас с праздником Приходите к нам тоже Спасибо большое Ждем Это была программа В контексте Напомню О празднике Посвященному Дню российского кино Который пройдет В Севастополе Завтра 27 августа Говорили Заведующий Научно-просветительным Сектором Государственного Историко-Археологического Музея Заповедника Херсонес-Таврический Ириной Котковой И заведующий Научно-архивном Отдела музея Татьяной Прохоровой Впереди И еще много интересного Оставайтесь с нами